Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировская область подписала соглашение с китайским производителем бытовой техники. Заключили соглашение в Торгово-промышленной палате России во время презентации «Там потенциала нашего региона», сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Соколов. По его словам, это позволит нарастить выпуск высококонкурентной продукции на заводе «Веста», производящем бытовую технику «Канди». Предприятие продолжит наращивать объемы производства. Напомню, завод специализируется на выпуске автоматических стиральных и стирально-сушильных машин. В серийное производство поставлено более 190 моделей. Экономика. Повышение стоимости проезда в Кирове до президентских выборов не будет. Такое мнение в эфире нашей радиостанции высказал член общественного совета Ространснадзора, экс-руководитель кировского АТП Денис Пырлог, отвечая на волнующий в последнее время многих кировчан вопрос, повысит ли стоимость проезда из-за роста цен на бензин. По мнению Пырлога, в ближайшее время пассажирам общественного транспорта волноваться не о чем, чего не скажешь о перевозчиках. В этом году, как и в начале следующего, повышения стоимости проезда не будет, говорит эксперт. Если это и случится, то только во второй половине года, уже после президентских выборов. Цитирую. В эфире «Экономика». 23 миллиона направят на оснащение музеев в Кировской области. Деньги выделят из федерального бюджета в 2024 году. Планируется, что новое техническое оборудование появится в Вятском художественном музее имени братьев Воснецовых, рассказали в областном правительстве. Без внимания не оставят и районные музеи. Так преобразятся Лебяжский краеведческий музей, Подосиновский и Опаринский краеведческие музеи. На их обновление выделили миллион рублей. В Кирово-Чепецке модернизация коснется музейно-архивного центра. На это направят 900 тысяч. Еще на 310 тысяч приобретут оборудование для Уржумского музейно-выставочного центра. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.